Пьер Сесиль Пьювида Шаван Французский художник, биография Пьювида Шаван родился в Лионе, в старинной бургундской семье. Отец, горный инженер, хотел, чтобы сын продолжил его дело. По болезни не поступил в политехническую школу, учился в Лионском колледже и лицеи Генриха IV в Париже. Однако после окончания учебы Пьер Сесиль увлекается живописью. Писать начинает самостоятельно, одновременно и обучаясь живописи в процессе работы, опять же самостоятельно. Некоторые уроки он получил под руководством Марии Шефера и Тома Кутюра в Париже, а в течение двух недель был учеником и жена Делакруа. В наставниках разочаровался, будучи материально обеспеченным. В 1852 году вместе с друзьями создает собственную мастерскую на площади Пиголь. Много работает, ежедневно штудируя модель. Дружеские советы и собственные опыты дали, по словам художника, больше, чем пребывание в трех школах. Наибольшее влияние на развитие индивидуальной творческой манеры Пьюви де Шавана оказали фрески мастеров раннего возрождения и творчества Энгра. Работал он преимущественно в области монументально-декоративной живописи. Как правило, его работы представляют собой стилизацию патантичности в духе итальянских живописцев 15-го столетия, произведения которых он изучал во время своего пребывания в Италии. Многие полотна Пьюви де Шавана – это монументальные вещи, написанные маслом в мастерских и закреплявшиеся затем на стенах у заказчиков. Первые его картины в этом роде, обратившие на себя внимание, Беллум и Конкордия, были написаны в 1861 году для Амьенского музея. За ними следовали «Покой» и «Работа», «Осень», «Аве Пикардия» с символическим изображением сельской жизни в Пикардии, «Масилия», «Греческая колония», «Идиллическая сцена» из древнегреческой жизни. Самая лучшая картина Пьюви де Шавана в том же роде, «Пропатрия Лудос» была написана в 1882 году и также для Амьенского музея. В ней художник представил пикардийских юношей, упражняющихся в метании копий. В композициях Пьюви де Шавана пейзаж и человеческие фигуры играют одинаково важную роль и как бы взаимно дополняют друг друга, производя в высшей степени целостное впечатление. Настоящая известность пришла к Пьюви де Шавана после создания двух композиций под одинаковым названием «Надежда». На обеих картинах на фоне скромного весеннего пейзажа изображена молодая девушка «Аллегория надежды». Фигура девушки помещена на переднем плане, а пейзаж создает ощущение плоского фона, из-за чего находящаяся в руках обнаженной девушки оливковая ветвь воспринимается скорее как дерево на заднем плане картины. Не будучи безукоризненным рисовальщиком и даже умышленно избегая точно моделировать фигуры, Пьюви де Шаван ставил себе задачей главным образом передавать дух эпохи, из которой черпал сюжеты. Из его монументальной работ лучшими считаются фрески в Парижском пантеоне, изображающие две сцены из жизни святой Женевьевы, священная роща, науки и искусство, интерарцетничарем, четыре времени года, музы, менее удачные его патриотические аллегории. Вооруженная богиня-покровительница города Парижа следит глазами за воздушным шаром, богиня, принимающая письмо от почтового голубя, Париж, приветствующая Виктора Гюго. Сам художник лучшей своей работы считал полотно «Девушки у моря», представляющая собой живописную аллегорию гармонии человека и природы. Здесь блестяще проявилось умение Пьюви де Шавана превратить любой незатейливый сюжет в символическую композицию. Все фигуры на полотне написаны с удивительным мастерством, а холодный колорит, основанный на игре серо-голубых тонов, придает интимной сцене глубокое дыхание. Монументальной росписи в манере художника заметно также влияние и жена Делакро и Теодора Шассирия. Пьюви де Шаван был одним из наиболее значительных французских символистов, оказавших впоследствии большое влияние на развитие французской живописи в стиле Арнуво. В России большим поклонником художника был С.П. Дягилев, что, безусловно, сказалось и на развитии художественной группы «Мир искусства» в 1897 году. В.Э. Борисов-Мусатов, покоренный искусством Пьюви де Шавана, пытался поступить к нему в ученики, но опоздал. Художник закрыл свое ателье. Женился Пьюви де Шаван в 75 лет на Марии Контакузин. Но семейная жизнь продолжалась совсем недолго. Через год после свадьбы жена умерла, а через два месяца умер и сам мастер. Галерея картины Пьюви де Шавана